Всем привет, с вами Иван Жданов. Федеральные каналы показали новые признания обвиняемых в теракте в Крокусе. Уорск затоплен после прорыва дамба, а в Московской области ищут убийцу полицейского. Федеральные каналы показали новые кадры допросов обвиняемых в теракте в Крокусе. На них предполагаемые исполнители теракта заявили, что получали указания, от некого Сайфула, который пообещал им заплатить по миллиону рублей после того, как они приедут, угадайте куда? Правильно, в Украину, в Киев. Для террористов якобы даже разминировали границу, чтобы им было безопасно ее переходить. Я приехал в Киев, где-то должит был ждать деньги по 1 миллиону рублей. За обещанным гонораром по миллиону рублей на каждого террористы сразу после атаки отправились по трассе М3 Москва-Киев. При задержании двое террористов общались через переводчика, но вот на видео они уже говорят по-русски. Понятное дело, что до полусмерти запытанные люди скажут все, что от них потребуется. Хоть про Украину, хоть про НАТО, да хоть про инопланетян. Украинская версия продвигается лично Путином, и теперь силовики под нее будут подстраиваться и не будут разбираться, кто на самом деле стоит за терактом. Даже если ответственность за него уже взяла ячейка ИГИЛа, на нее все будет указывать. Все это не важно для российских властей. Сейчас главный враг Украины, и во всех преступлениях и грехах будут винить только ее. В подмосковном Щелково разыгралась криминальная драма. Наркозбытчик напал на полицейских во время рейда. Мужчину попытались задержать с поличным. Тогда он открыл по полицейским огонь и уехал на мотоцикле. Один полицейский погиб, второй ранен и находится в реанимации. Подозреваемого все еще ищут. Тем временем российские города продолжают страдать от наводнений. В Оренбургской области из-за нескольких прорывов дамба затопила Орск. В регионе подтоплены более 10 тысяч домов, более 6 тысяч жителей эвакуированы. Плановую медицинскую помощь не оказывают, все школы перевели на дистанционное обучение. В области введен режим ЧС федерального характера. Паводок этого года назвали самым мощным за всю историю наблюдений. В городе образовался дефицит питьевой воды, хлеба, молочных и других продуктов. Режим повышенной готовности также объявили в Курганской и Тюменской областях. А в Москве прошло награждение премии «Рутуб Феникс». Ее вручили блогерам, которых заблокировали на ютубе. Среди победителей Никита Михалков, телеканал «Спас», «Вавана Лексус» и даже представитель МИДа Мария Захарова. Пока пропагандисты развлекают и награждают сами себя, вот ФСБ борется с независимыми блогерами и представителями культуры. Тут Медуза опубликала переписку сотрудника ФСБ, который уже 10 лет собирает компромат на российских театральных деятелей. Некий Сергей Дубов отслеживал публикации инакомыслящих актеров и режиссеров, вел компании по их травле, ломал аккаунты в Телеграме, сливал личные фото в интернет и помогал следствию заводить дела. Под слежку ФСБ попали театральный критик Марина Давыдова, режиссеры Женя Беркович и Кирилл Серебренников, актриса Варвара Шмыкова и другие. Все они, кроме Жени Беркович, уехали из России из-за угрозы уголовных дел, а Беркович находится в СИЗО по делу об оправдании терроризма за спектакль. Есть и другие, на самом деле хорошие новости. Алексей и Юлия Навальные стали лауреатами премии за свободу СМИ. Награду вручает за мужество, проявленное в движении сопротивления, и за смелую и ненасильственную борьбу против жестокой диктатуры в России. Алексей и Юлию назвали лицами лучшей, новой, свободной и демократической России, героями сопротивления нашего времени, которые готовы пожертвовать свою жизнь за улучшение мира. На фронте продолжаются бои за часы Фьяр. Российские войска не смогли войти в микрорайон на восточной окраине города и ведут его обстрел неуправляемыми ракетами и артиллерии. Ситуация там выглядит примерно так. Путинские части продолжают лобовые атаки через лес и вдоль дороги. В России публикуются не очень понятные ролики с боями в окопах, но пока чего-то конкретного сказать нельзя. А в небе над Белгородской областью был замечен реактивный беспилотник. О, полетел, еще один беспилотник. До этого уже появлялись кадры упавших реактивных дронов ВСУ. Это может быть британский дрон Banshee Jet 80, который передавали в прошлом году. Или другая модель, уже собственная украинская разработка. Financial Times пишет, что российская армия изменила тактику стратегических ударов. Теперь они пытаются разрушить электростанции в регионах, которые слабее защищены ПВО, не пытаясь атаковать крупные цели в Киеве, например. Таким образом, они собираются нанести непоправимый ущерб инфраструктуре, который невозможно восстановить до зимы. На фоне этого резко растет импорт электричества из Евросоюза в Украину. Журналисты пишут, что он достиг 18 700 мегаватт в час, что равно мощности двух электростанций. Этой ночью российские дроны снова атаковали Украину. ПВО сбило 17 беспилотников над Одесской, Николаевской, Кировоградской, Хмельницкой и Житомирской областях. В Житомирской области горела нефтебаза. В Одессе поврежден железнодорожный мост. Запорожская атомная станция впервые с ноября 2022 года попала под прямой обстрел. Зафиксированы три попадания в купол одного из реакторов. «Росатом», который сейчас контролирует станцию, утверждает, что в ходе удара беспилотник также атаковал грузовик с продуктами. Пострадали три человека. После обстрела радиационный фон не изменился. Серьезных повреждений станции нет. Дональд Трамп в случае победы на выборах предложит Украине отдать Крым и Донбасс Путину, чтобы закончить войну. Об этом пишет Вашингтон пост со ссылкой на частную беседу Трампа. В его предвыборном штабе все отрицают. А в Будапеште жители требовали отставки премьера Орбана, выйдя на многотысячный протест. Причиной стала коррупция и ограничение на свободу слова, которое вводит нынешняя венгерская власть. Надеюсь, у жителей Венгрии все получится. И они добьются, чтобы ими руководили настоящие демократические политики, которых они выберут. Вот в Словакии на президентских выборах победил Петер Пелегрини, который выступает против военной помощи Украине. Он набрал 53% голосов. Пелегрини ранее заявлял, что после его победы республика останется на стороне мира, а не войны. Победа Пелегрини укрепит власть пророссийского премьер-министра Роберто Фитцу, который соглашается с российскими оценками войны и тоже отказывается помогать Украине. В США у самолета Боинг оторвалась обшивка двигателя прямо во время полета. Самолет летел из Денвера в Хьюстон со 135 пассажирами на борту и совершил аварийную посадку в аэропорту вылета. Обшивка одного из двигателей оторвалась и ударила по закрылкам. Никто не пострадал, пассажиров отправили в Хьюстон на другом самолете. Итак, началась неделя, 8 апреля и 775 день войны. Рассказали вам все важные новости. Если выпуск понравился, лайк. А еще вы можете поддержать нас на Патреоне популярной политики. Ники тех, кто это сделал, уже на экране. Все итоги недели в передаче «Самое важное» на отдельном канале. А так все. Всем спасибо. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok